Итак, в студии Евгения Телицына, автор, писатель фэнтези. Здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро! Доброе! Евгения, я ваши книги видела на сайтах, где их продают, эти книги. Это, насколько я понимаю, такое фэнтези для девочек? Ну, не только, на самом деле. Да, у меня есть любовно-фантастические романы, которые больше для девушек, но есть и румористическая фантастика, которую, в принципе, оба пола читают. То есть вы пишете иногда только для девушек? Есть такой формат. Книги для девушек есть только для мужчин? Или нет? Или все-таки? В наше время так получилось, что разделилась литература по гендеру, и любовно-фантастические романы принято считать женской литературой. Хотя... Потому что мужчины не ведутся на эти розовые... Читают. Бедная студентка в Академии магии и ее любимый какой-нибудь там, да, преподаватель. Мужчины не признаются, но некоторые читают. Их, конечно, меньше, но в основном, да, это литература вот для женщин. А про что это? Это романтика? Ну... И там обязательно должен присутствовать такой романтический герой. Вот тут, кстати, да, Женя, вот скажите, пожалуйста, почему во всех этих книгах всегда любовь такая очень... Это какая-то бедная девушка и сильный, красивый мужчина. Почему не наоборот? Ну, кстати, не во всех. У меня вот не так, например. На самом деле то, что любит аудитория, то есть то, что сейчас выходит во многом на бумаге, там именно, да, то, что аудитория просит какой-нибудь властный мужчина или богатый мужчина и бедный и несчастный или девушка... Сказка про золушку. Да, или девушка с какими-нибудь уникальными способностями, но она их не знает. Ну, это просто популярно. И Джулия Робертс. Да. Ну, что-то вот туда, да. Но у меня немножко не такие герои. То есть получается, что авторы сейчас вынуждены подстраиваться под публику, а не наоборот? В какой-то мере, да. А что прямо есть какие-то запросы от ваших читателей? То есть есть обратная связь, и читатели просят, что мы хотим... На интернет-площадках просто это видно. То есть есть, знаете, волны такие. То есть сейчас популярны драконы. И видно по статистике, что книга, где есть дракон, она вот пошла вверх. Ну, значит, полетели. Да, там через два месяца стала популярна, не знаю, Академия магии. И куда это направление, там наблюдается рост. То есть это все благодаря интернет-пространству просто сейчас отслеживается в цифрах. Кстати, а вот вы говорите интернет-пространство. Вы издаете сейчас книги? Вообще нужно сейчас издавать книги? Или читают все уже в цифровом формате? Ну, я из тех, кто считает, что бумажная книга не умрет никогда. Я издаю свои книги. Причем сама в издательствах сам издата, которые берут авторов, которые подходят просто по критериям адекватности написанного из закона Российской Федерации, так скажем. То есть вы на свои деньги издаете свои же книги? И это окупается, то есть они продаются, ваши книги? Ну да, издательство их продает. А, продает издательство. И я даже получаю с этого авторский процент небольшой. Но первоначальная подготовка книги, она ложится финансово на меня. То есть это обложка, редактура, вот эти все моменты. То есть вы сами себе продюсер, получается? Да. А вот, то есть вы можете, наверное, отследить уже, да, сколько распродалось вот этих бумажных экземпляров и сколько прочиталось электронных экземпляров? Ну да, это сейчас любой автор может отследить. И понятно, что в электронке будет больше, потому что, ну, часть романов выложена, естественно, бесплатно для привлечения внимания. Естественно, там просмотров, прочтений, библиотек, всего этого будет больше, чем на бумаге. Как начинающему молодому автору начать издаваться в серьезных издательствах, причем именно так издаваться, чтобы платили вам, а не вы? Ну, платят вам в любом издательстве. Ну, чтобы то есть издательство взяло на себя всю подготовку к изданию вашей книги? Нужно пробовать. То есть нужно писать в эти издательства, отправлять свои рукописи, готовиться ждать от полугода и до года какого-то ответа. Зачастую ответ не получать, снова писать. И, ну, вот так вот. Можно пойти через интернет-пространство, стать там топовым автором. И в некоторых случаях издатель сам тогда на тебя выйдет, если ты прямо вот отвечаешь стандартам, там у тебя тысячи, миллионы библиотек, и тебя хотят видеть на бумаге. А вы помните, прости, пожалуйста, вы помните, как вы свою первую рукопись отправили, сколько вас ждали, взяли ли сразу вашу первую рукопись? Я помню, кстати, я отсылала вообще, куда можно только придумать, кто печатает фантастику, я рассылала всем. Ждала я, наверное, полгода, может, больше. В итоге начала прозванивать, получила отказ, ну, что, в принципе, для первой книги абсолютно нормально, и ушла с этим делом в интернет. Вы не сломались, да? Вы начали, вы продолжили. Да, я продолжила. Я ушла в интернет, попала на романный семинар, где книгу отобрали и рекомендовали издательством. Но потом у нас как-то все так заглохло, и я осталась вот в интернет-пространстве, не в бумаге на тот момент. Вообще сложно себя переломать, вот начать писать, и не стыдиться, да, кому-то показывать свои произведения? И как вы на это решились, кстати? А не надо себя ломать, на самом деле. Надо просто, если ты пишешь, взять и написать. То есть взял листок, ручку, ноутбук, там, что удобнее. Ну, просто у всех какие-то сомнения, хорошо ли я написал, да, и кто-то стесняется, может быть, того, что он написал, как-то боится показывать, а вдруг? Самый простой способ взять все на ним и на любой интернет-площадке себя попробовать. Если ты не хочешь афишировать своими, и там боишься, что друзья засмеют, еще что-то. Но, в принципе, тут не надо бояться и стесняться. И на просторах интернета сейчас столько всего выложено, что вряд ли вы кого-то поразите уж так, что, ну, чтобы вас показывали пальцем, или вот это бездое, каких еще поискать. Так не будет. Все у нас своего читателя вы найдете. Пусть их будет 10 человек, но они будут ваши. Женя, вы пишете фэнтези, фантастику, то есть это такие жанры, которые предполагают какое-то развитие именно фантазии, да? То есть это не сюжеты, подсмотренные в жизни. Вот где вы их берете, откуда вы их придумываете? Ну, на самом деле фэнтези и фантастика берет тоже все из жизни, потому что модели построения отношений, они же вот наши жизненные, это уже миры. А в зависимости на отношениях просто интерьеры меняются, да, получается? Ну, на каких-то наших проблемах, на самом деле. Там проблемы дружбы, проблемы любви, проблемы межрасовые, например, этнические. Это все фэнтези ведь тоже есть. То есть какой-то базовый конфликт, но все он идет из жизни. А вот мир, раса, это уже из головы автора. А там уж кто что придумает. Можно я вопрос? А там все-таки для женщины вы больше пишете. Какой должен быть для женщины ваш герой литературный, чтобы, ну, всем понравилось, чтобы угодить большинству ваших читательниц? Ну, большинству не угодишь. Всем женщинам нравятся разные мужчины. Наверное, главное, чтобы в конце он сделал все правильно. Да, и была любовь, это женщины любят. Не, ну, какие хорошо у вас есть типажи, мне просто интересно. И это прототипы есть реально этих типажей? Ну, как-то обрисуйте, что есть, например, вот такая категория героев. Ну, у меня все мужчины достаточно приличные, так скажем, по меркам современной фантастики, которые ведут себя почти адекватно. Хулиганья нет, то есть, да? Нет, я про... Обычно женщинам нравятся хулиганы. Про хулиганов, про властных мерзавцев, про такое я не пишу. Это не моя история. Властные мерзавцы. Это не наша тема. Такое есть много в литературе сейчас. Но это не мое. А вот эта вот составляющая, которая на фэнтези драконы, какие-то мифические существа, что там еще происходит, вот это откуда все берется? Это сложный вопрос, на самом деле. Есть одна из моих историй, начало мне просто приснилось, как бы это странно не звучало. Есть вот просто... Была мысль, она написалась, и дальше вылилась вообще не в то, что было изначально. То есть, оно просто из головы, и все. У вас есть какие-нибудь любимые авторы, ну, на кого вы равняетесь в данный момент? Да, это авторы такие всем известные, русские старички литературные. Это Андрей Белянин, Ольга Громыко, Алексей Пехов, те, с кого начиналось активное развитие фантастики у нас здесь, в России. Вы, вот, ощущаете себя того же уровня писателем? Ой, нет. Или, может быть, когда-нибудь... Когда-нибудь, я надеюсь, что я смогу себя мысленно-то хотя бы поставить в один ряд, но пока нет. Я считаю, что мне еще расти и расти, развиваться в этом проекте, чтобы дойти до уровня, который дают они. Еще хотел бы вас спросить, вот есть наверняка у писателей, по крайней мере, я об этом слышал, читал, такие небольшие уловки, поскольку, ну, если человек хочет купить книгу, он разворачивает первую страницу, читает первый абзац, зацепила, покупает, не зацепила, нет. Вот у вас, что в этом первом абзаце должно быть, чтобы вас купили? Я, честно... Может, процитировать, да, что-нибудь? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я обычно, вот у меня первый абзац книги родился в голове, и он таким и остается. А вы с него начинаете писать? Или начинаете писать откуда-то середина, а потом уже дописываете? По-разному, кстати, бывало. Бывало, что в начале, первым у меня бывал эпизод где-то откуда-то из середины, если не из конца, а потом уже дописывалось начало. Но я редко меняю и вообще не думаю о том, как это будет смотреться с коммерческой точки стороны. С коммерческой точки стороны единственное, на что я смотрю, это на аннотацию, потому что она должна быть, ну, понятна моему читателю, даже не с той стороны, чтобы продать книгу, а чтобы просто человек понял, о чем это, и его, не его, будет ли он-то читать. В писательской стадии есть ли какие-то вот такие катализаторы убыстрения написания книги? Ну, для кого-то, может быть, это там бокал любимого напитка, какая-то музыка там из магнитофона, не знаю, шум моря, для кого-то, наоборот, не знаю, позанимался человек в спортзале, взбодрился, сел, написал. Для вас вот что? Или, может быть, какие-то секреты? Опять же, мне надо, знаете, сесть и начать, и все. Если я нашла, вот в этот день время написать, я сяду, и я выдам хороший объем. То есть для меня самое сложное вот до стула дойти, я такой ленивый писатель. Вот. А, ну, для авторов более коммерческих, чем я, для них, наверное, самый такой катализатор, это дедлайн, который существует. А сколько, вот вообще, да, вот сколько времени занимает написание книги? Ну, у меня год полгода. Я не тороплюсь в этом вопросе. Я знаю, что на интернет-площадках существуют пожелания, так скажем, когда тебе нужно выдавать книгу раз в два, в три месяца. Но ты, соответственно, и совсем другой объем времени этому уделяешь. Большим объемом книгу? Ну, серьезную? Серьезным объемом? Ну, от 300 тысяч знаков с пробелами. То есть интернет-пространство для коммерции просит вот этот минимальный уровень 300 тысяч знаков с пробелами. Издательство просит зачастую 12 авторских листов, это 480 тысяч знаков с пробелами. Есть какие-то определенные жанры, которые больше просят интернет-издатели, ну, по рейтингу, которые, соответственно, больше востребованы? Зависит от площадки. То есть есть площадки, где именно ром-фанд, романтическая литература для женщин пользуется популярностью, и там это... Как еще раз? Ром-фанд. Любовно-фантастический роман, сейчас это называется. Ром-фанд. 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 Есть площадки такие, условно, ну, назовем их мужские, хотя я не люблю вот это деление по гендеру, но так оно есть. Там... Войнушки, наверное. Да, там всякая космо-фантастика, литер-РПГ... Это что такое? Литературная ролевая игра. Ну, конечно, я неправильно расшифровывала. В общем, там смысл в том, что герой в игре. То есть это такая более... Смесь игры и литературы. Я, честно, это не читаю, и я тут не сильно в объяснениях. Авторы Литер-РПГ, простите меня, пожалуйста, что я так объясняю. Но вот они на определенных площадках пользуются. И это пользуются... Кстати, площадки, есть где фанфики пользуются популярностью. То есть это наша доработка каких-то продолжений, там Гарри Поттера, Стиль на колец, всей вот этой вот истории. Есть целые площадки, которые этому посвящены. Ну что ж, спасибо, что пришли к нам. Мы желаем вам творческих успехов. Кстати, главное, чтобы книги продавались. Обязательно. Продавались побольше. Спасибо, что позвали. Какая ваша книга, которую вы пишете сейчас, в данный момент? Я сейчас пишу несколько вещей. Я пишу рассказ. А так можно, да? Так можно. Так бывает. Потому что в голове иногда сюжеты лезут друг на дружку и записываешь все подряд. Вот я пишу рассказ для межавторского сборника самознательского. Не могу сказать, какая тема, потому что попросили не афишировать до предзаказа всю эту историю. И пишу роман, но уже не фантастику, а как это называется, современный любовный роман. Немножко новое для меня направление, потому что в этом я работала мало. Но хочу вот себя попробовать. Ну что ж, мы желаем вам удачи, чтобы у вас в новом направлении тоже все так сложилось удачно. И будем ждать выхода вашей новой книги. Спасибо.